здравствуйте меня зовут улька ингрия вы находитесь на моем канале по вязанию в этом видео я хочу вам показать как формируют различные выкройки линии выкройки например как пройма на изделиях с определенным рисунком и хочу я показать вам на примере кофта которую я сейчас вижу она вяжется резинкой 3 на 3 как вы видите как вяжется узор резинка крючком я тоже записывала видео и это видео есть у меня на канале я дам ссылочку чтобы вы могли его посмотреть если не умеете вязать резинку крючком но эта же идея она подходит и для вязания спицами точно так же можно формировать линии выкройки делая прибавки и убавки идею этих убавок и прибавок я подглядела на кофте которую мне дала заказчица это кофта связанная промышленным способом тоже резинкой 3 на 3 но мне понравилось как оформлены линии в этой кофте прибавки и убавки делаются не по самому краю а образуют как бы вот такую рельефную линию которая может даже являться изюминка модели ее отличительной особенностью вот это вот линия пройма как сделано и немножко ниже таким же способом сделано расширение по бедрам после талии тоже вы видите вот одна при бабочка идет 2 при бабочка это я вам показала спинку а на полочках такими же линиями формируется пройма вот видите прибавки и такая окантовочка по краю пройма чтобы она смотрелась аккуратнее и линия переда расширяется по горловине тоже вот такими же прибавочками на каком ряду и в каком месте делать эти прибавки здесь универсального рецепта я вам не дам потому что и плотность вязания и размеры у всех разные здесь нужно делать свои расчеты здесь я вам даю только идею как можно сформировать внешний вид изделия делая прибавки соответствие с рисунком выбранным вами и сейчас я делаю последнюю при бабочку которая мне нужна на этой полочке вот это вот первая прибавка расширения по низу изделия районе бедер и мне нужно сделать еще одну вот я дошла до точки где нужно делать прибавку рисунок у меня три вогнутых столбика 3 выпуклых мне нужно сделать прибавку я провязала 3 вогнутых столбика потом делаю накид и захватываю крючок вводя его тот же столбик предыдущего ряда который я закончила потому что мне нужно расширяться и делаю выпуклый столбик делаю прибавку дальше следующий столбик у меня идет выпуклый но мне же нужно чтобы появился еще один вот ряд вогнутых столбиков поэтому сначала я вижу вогнутый столбик делаю накид захватываю столбик с изнанки ввожу крючок вокруг столбика и делаю столбик с накидом вогнутый вот он сделан уже потом вот этот рисуночек мне нельзя нарушать я должна связать 3 выпуклых столбика и сделав накид я захватываю вводя крючок с лицевой стороны тот же столбик который я делала вогнутый столбик я вяжу выпуклый столбик и дальше прибавка у меня сделана я продолжаю вязать по рисунку над выпуклыми столбиками я вяжу выпуклые над вогнутыми вяжу вогнутые и так довязываю до конца ряда то есть в этом ряду прибавка у меня состояла из одного выпуклого и одного вогнутого столбика дальше 3 выпуклых столбика связала и краевой столбик у меня полустолбик потому что выпуклые вогнутые столбики они по высоте чуть меньше чем столбик с одним накидом и вот этот краевой столбик чтобы но соответствовало высоте выпуклого я вижу как полустолбик дальше делаю 2 петли подъема опять таки 2 они 3 потому что выпуклый столбик с накидом он меньше по высоте чем обычный столбик с накидом поворачиваю вязание и вижу опять таки по рисунке по рисунку там где были вогнутые столбики я вижу вогнутые там где выпуклые вяжу выпуклые столбики я дошла до места где начинала делать первую прибавку тут фрагмент рисунка который был выпуклый с этой стороны с этой он вогнутый я сейчас его довезу и вот у меня после этого фрагмента один выпуклый столбик я его должна расширить поэтому я делаю вокруг этого столбика два выпуклых сделала накид ввела крючок перед вязанием вокруг вот этого вот и единственного выпуклого столбика провязала 1 выпуклый столбик сделала накид опять вокруг этого же столбика вяжу второй выпуклый столбик вот у меня расширение продолжается следующий столбик у меня вогнутый тоже единственный и я вокруг этого вогнутого столбика вижу два вогнутых столбика то есть захватываю делаю накид ввожу крючок с изнаночной стороны захватываю ножку столбика делаю первую первый столбик с накидом вогнутый делаю накид и опять таки точно также провязываю второй вогнутый столбик а дальше вяжу ряд как смотрят столбики то есть на пруть над выпуклыми столбиками вяжу выпуклые столбики над вогнутыми столбиками вяжу вогнутые то есть рисунок у меня не меняется я вяжу резиночку три на три и так мне нужно довязать до конца ряда но тут много вязать я довезу до конца вернусь обратно к месту где мы начали делать прибавку и покажу вам как действовать дальше я вернулась к тому месту где выполняю прибавку вот здесь вот у меня два выпуклых столбика и мне нужно продолжить делать прибавку чтобы довести свой рисунок до резиночки три на три поэтому я первый выпуклый столбик выполняю над выпуклым а вокруг 2 выпуклого столбика я свяжу два выпуклых то есть вижу первый потом делаю накид обвожу крючок вокруг того же самого выпуклого столбика и вывязываю 2 выпуклый столбик вот у меня получилось еще одна прибавка следующие два столбика у вогнутая вот 1 и 2 и я тоже на них делаю одну прибавку то есть вокруг 1 вогнутого столбика я вывязываю один вогнутый столбик а вокруг 2 2 1 делаю накид обвожу крючок с изнаночной стороны вокруг 2 столбика и делаю еще один вогнутый столбик вот я закончила делать прибавку и довязываю дальше как смотрят столбики над выпуклыми выпуклая над вогнутыми вогнутые столбики вижу чтобы выполнять именно прибавки я вязала изделия сверху вниз то есть от плеча начинаю но если вы начали изделие вязать снизу вверх то вам на месте прибавок надо будет делать убавки то есть вязать по два столбика с общей вершиной тогда получится точно такой же рисунок но вы пойдете как бы другим путем вязать надо будет вам не прибавки а убавки и всегда когда вы выбираете какой-то сложный рисунок вязание с рапортом допустим какие-то ажурные рисунки нужно смотреть чтобы убавки прибавки смотрелись органично не выделялись в общем массе рисунком и если у меня будут такие изделия которые я буду вязать на своем канале буду показывать вам как я выхожу из этих ситуаций как вижу убавки прибавки в изделиях с разными рисунками но вот я первый раз в этом году ну вообще в жизни вязала полностью изделия резинкой 3 на 3 до этого я вязала только там там или манжет или вниз изделия резинкой а полностью вязать мне не приходилось и я вот для себя придумала такой мне кажется изящный ну вернее не придумала подглядела такое вот изящное расширение полотна где прибавка выполняется в три приема трех рядах и рисунок вязки не нарушается вот опять я дошла до прибавки но уже мне прибавку делать не нужно потому что я уже добилась того что надстроила как бы полотна чтобы получилась резинка 3 на 3 и я продолжаю спокойно вязать 3 выпуклых столбика и 3 вогнутых дойдя до места следующий прибавки дойдя до места следующий прибавки я повторю те действия которые вам уже показывала и далее 3 выпуклых столбика и 3 вогнутых вот и дальше по всем рядам уже получится ну вот вязание того рисунка который я выбрала если у вас резиночка допустим более широкая 5 на 5 то ну вот этот вот этап вывязывания прибавок будет больше соответственно потому что вам нужно будет добиться того чтобы в месте где вы делаете прибавку возникло 5 дополнительных столбиков как выпуклых так и вогнутых точно так же и для вязания на спицах только вместо выпуклых и вогнутых столбиков у нас будут фигурировать лицевые и изнаночные петли что мне понравилось в таком способе прибавок что при этом край выглядит ровно красиво и прибавки формируют такую линию которую можно даже назвать декоративной надеюсь что этот урок был для вас полезен вы почерпнули для себя что-то новенькое не знаю как вам а мне часто приходится решать какие-то новые задачи новый узор новые изделия и приходится осваивать какие-то новые приемы вязания в этой кофточке резиночка не самый красивый ее элемент будет потому что мы с заказчицей договорились что в этой кофте еще будет и вязание фриформ использовано но честно скажу у меня еще этот момент не продуман совершенно и я думаю запишу то же видео как я сочиняла эти фрагменты украшения и естественно поделюсь с вами конечным результатом что же у меня получится рада что вы остаетесь со мной до новых встреч всего доброго ваша Ольга а а Субтитры подогнал «Симон»